Контузия, какая-то мелкая контузия была, потому что взрыв рядом-то два, я минут 10 в ушах звенел на меня, все гудит, голова гудит, кусть себя пришел, кричу, Рубяйна, Зоу, Рубяйна, Зоу. Никто не отвлекается, никто не отвечает. Кричу еще, куда мне идти, где наши позиции, мне надо дойти до позиции. Раз, думал, стреляли оттуда, мне надо идти к своим, я пошел в обратную сторону полиции полосы. Я не знал, что это украинцы, я думал, это наши. Я думал, наши. Я говорю, я Назир, мне надо пустить, я уже не могу. Тут вышли двое, руки в гору мне. Даже лучше, чем свои. В каком смысле? В таком случае. За эти три дня, которые обращались, я и питание, и все. И от такого питания госпиталя, и все из-за денег воюют. 90 процентов, я уверен, все воюют из-за денег. Пришли не воевать, а получать свои, хотя бы прокормить свои семьи. Вы хоть раз деньги получили? Да. Губернаторские пришли 400 тысяч. 400 тысяч рублей. А доходы, которые обещали 195 тысяч, я получил 83 тысяч за месяц и 8 дней. Это получалось за 38 дней. Успели их получить? Вы их получили на фронте или домой отправили? Нет, они... Карта у меня дома. На карту пришли? То есть, ваша жена может пользоваться картой, и вы уже получили деньги? Да, да. За то, что приехали сюда убивать украинцев, да? Ну, получается так. Но я никого не собирался убивать. Что я? Мне 60 лет. Что я сделал в этом свете? Ни квартиры, ни дома. Всю жизнь буду жить. Но вас-то могли убить? Да. Я этого хотел, хотя бы они получили. Если так было бы, это была бы моя мечта. Сначала я так думал. А как попал туда, увидел вот этих мертвых, которые годами там лежат, сгнившие тела, я видел. Где? В поле? В поле. В поле, где мы заливались. Там уже кости видно людей, половина кости. Воевать не хотят, потому что они знают. Не на нас напали, а мы напали. Из-за этого защищать. Если воюет, человек должен защищать свою родину. Я виноват в том, что я пошел. Да, я понял, что не надо уметь. Я виноват за то, что я пошел. Это лучший случай, что я живой остался. А в худшем случае ваши трупы будут лежать там годами, месяцами. Я не знаю, когда война закончится, тогда ваши трупы могут забрать. А пока там война идет, никто вас не заберет. И возможности не будет. Поймите, это правильно. Где это возможно забирать? Потому что постоянные обстрелы. Обманывает нас. Не надо сюда идти. Эта война не наша. Война тогда, когда на нас нападает. Тогда можно воевать, взять руки, автомат. А когда ты идешь убивать, это не война. Не повторяйте глупости. Не делайте этого, которое я сделал. Там старики, которые остались. Несколько стариков, которые без света, без этих живут. Ну, им некуда идти. Такие же бедолаги, которые по деньги были, кто-то может уехать. А те остались дрова собирать. Магазина нету у них. Фашизм. Какой фашизм здесь? Фашисты со мной так обращаются. Три раза питание дают мне фашисты. Это фашисты, получается. Это фашисты, получается. Они, которые отправляют таких... На пушечное мясо людей. Это фашисты.